после жуткой ночи в действующем бомбоубежище под психбольницей я решил вернуться и расставить там скрытой камерой тем более в последнее время здесь стали пропадать пациенты но то что я там увидел повергло меня в шок теперь предстоит выяснить что же там происходит и не попасться при этом что друзья я вас всех приветствую на канале я долго думал чтобы вам такого снять напоследок в 2019 году и решил что наверно будет очень интересно вам если вернусь в эту действующую психбольницу и оставлюсь за скрытой камерой поэтому ребятки перед просмотром обязательно ставьте лайк загадывайте желание и в 2020 году оно сбудется а также задавайте свои вопросы мне в комментарии я буду стараться отвечать всем самые крутые комментарии буду лайкать делитесь роликом с друзьями с ними не подписаны подписывайтесь всем приятного просмотра я расставил несколько скрытых камер по бункеру и собирался уже уходить как вдруг никого вроде нет оставил скрытой камерой пойду я на выход неужели меня спалили а 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 Кто это был? Они пришли откуда-то оттуда? А куда они пошли? Ребят, тут эхо. Отсюда или оттуда? Откуда они пошли? Это жесть, кто это был. Слушайте, один точно был похож на какого-то санитара в синем халате. Это я знаю. А вторая, это точно была девушка. Он куда-то и толкал. Блин, я, ребят, не могу понять, в какую сторону они пошли. Либо туда, либо туда. Я думаю, что сюда могли пойти. Но, ребят, самое странное в этом туннеле, что здесь нет света. Как вы вспомните, сзади был. Очень плохо видно. Врублю, наверное, более мощный фонарь. Надеюсь, что здесь никого нет. Почему здесь нет света, а там был? Что это за место? Это лифт. Слушайте, это лифт. Лифт грузовой. А зачем он здесь? Ну, пока что довольно тихо. Никого здесь нет. Какие-то щитки. Какие-то механизмы. Света тоже нет. Мне очень напоминает подвал. Медсень счастья 126 в Припяти. Там точно так же все выглядит. Я там не был, конечно. Но мой знакомый Марк. Можете помнить, Маркуша, он там был. Выехать на улицу. О боже, как тут воняет. Какая жесть, ребят. Что это за комната? И чем так воняет? Я сейчас задохнусь. О господи, что это может быть? Какие-то отходы. Но почему они ведут к лифту? О господи. Это очень странно. Посмотрите. Это нереальную вонюсть дает. Это вот гниль на полу. И оно войдет к лифту, который идет в больницу. Ой, какой ужас просто. Ребят, это реально будто локация из какого-то хоррор фильма. Но вот тот вот врач и с девушками меня очень сильно заинтриговали. Ответственный посторонним вход воспрещается. Смотрите, реально как стол для пыток. Туда идти не хочу. Там все в этой гнили. Так, вроде вот. Тупик или нет. Похоже на какую-то медицинскую комнату. Вон холодильники. Опять та же вода, как в бомбе убежища. Но что здесь? В холодильнике. Блин, мне реально сейчас странно, что здесь могут быть какие-то остатки. Фух, он пустой. Фух. И этот пустой просто, ребят. Обычно всякие маньяки, психи в холодильниках хранят остатки своих жертв. Что это за брызги на стене? Даже не хочу предполагать, что это может быть. Ну, очень странная комнатушка. Для чего она? Ну, в принципе, ребят, больше здесь ничего нет. Там что-то крик был. Кто здесь? Здесь есть кто-то? Я точно слышал женский крик. Так, я думаю, я основной фонарь пригожу, потому что он меня очень сильно палит. Ну, где-то там явно были крики. Жуткое место, однако. Куда? Это был где-то там. Кто здесь? Слышите, может, вам нужна помощь? Это обычная вода. Какая жуткая комната. Офигеть, ребят, посмотрите. Будто кто-то взял силу и вырвал лист с двери. Возможно, кто-то здесь спрятался от кого-то. Ну, реально, комната, как в всех больницах такая. Значит, что это мне напоминает? Как будто для младенцев какая-то койка. Не знаю, может, кто знает, пишите в комментарии. Ребят, вообще, если видите что-то странное в моих видосах, я не знаю, пишите мне в комментарии. Какая-то ванночка, слушайте, реально, будто для младенца. Здесь младенца, может, держали. Но, что эта девушка там делала? И куда этот санитар ее повел? Я пересмотрел кадры из скрытой камеры, он реально вела куда-то насильственно. Против ее воли. Тут никого нет. Ёб твою. Слушайте. Они здесь ли зеленого слоника снимали? Тупо такая же комната, вода течет. Блин, реально очень похоже. Тупо локации зеленого слоника, отвечаю. По крайней мере, прям, очень-очень сильно на нее похоже. Галбахта. Но это очень странно. Не могли же не сквозь землю провалиться? И следов никаких нет. Вроде какие-то звуки слышал. Есть тут кто? Вроде никого. А, тут выход на улицу. А это же они были. Нифига не видно, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто это может быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ребята, они куда-то пошли. Фотик пришлось проникать, потому что с ним неудобно. В рюкзаке пусть будет лучше. Ух. Но кто это двое могли быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как он мне не заметил? Он пошел туда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Похоже он ушел в бункер. КОНЕЦ КОНЕЦ Блин ребята в бункере это свет горит. Это шоу. Что будет? Надо валить, надо срочно валить. Надо валить отсюда. Решил не медлить и свалить бегом оттуда. Сейчас какой такой самый здравый смысл это поехать в Киев, набрать Волка, Марка, Инги и вернуться сюда с ними вместе показать видос. Я думаю вы сами догадались что там произошло. Я не знаю кто это были, пациенты психбольницы, врачи, непонятно. Пишите свои догадки в комментарии. Что ж в этом году это последнее видео ребят, уже увидимся в следующем. Если вам интересно давайте 50 тысяч лайков, 5 тысяч комментов, я выгружаю продолжение. Подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями. Так же ребят я возможно в новом году на недельку две исчезну. Но если вам интересно где я буду, то подписывайтесь на мой инстаграм, там все увидите. Так же такие самые жесткие кадры будут в моем телеграмме, так же ссылка в описании. И что ж, всем спасибо что вы со мной, что вы смотрите меня, что лайкайте, комментируйте. Не знаю, честно я не мастер сочинения новогодних речей, поэтому просто пожелаю вам успехов в новом году. Всем счастливого нового года.